Малыши-воспитанники подснежника весело смеются в камеру. Для них видеть такое большое оборудование, наверное, в новинку. А вот к новому детскому садику с ярким интерьером и забавными игрушками они уже успели привыкнуть. Хоть работает учреждение всего неделю. Детский сад рассчитан на 12 групп детей разного возраста. Все они семей, проживающих на близлежащих территориях. Подснежники сделали акцент на всестороннем развитии деток. Самый маленький посещает сенсорную комнату активационного типа, оборудованную бизибордами. Детки занимаются здесь. Детки завязки различные, развязывают, застежки, пуговички. То есть работают пальчиками, нанизывают и тем самым развивается мелкая моторика рук. За развитие логического и пространственного мышления детей отвечает набор психолога, состоящий из семи модулей. Например, мы сейчас посмотрим с вами модуль, который называется геометрические фигуры. Тяжелый такой? Да, он достаточно тяжелый. Здесь располагаются различные геометрические фигуры, которые различаются по толщине, различаются по цвету и по форме. В сенсорных комнатах можно не только учиться, но и расслабляться. За этот приятный процесс отвечают стол для песочной терапии, приглушенный свет, фиброоптические нити и завораживающие пузырьковые колонны с рыбками. Какая же красота! Вы знаете, расслабление нужно порой не только детям, но и взрослым. Особенно, если у них напряженная работа. Я думаю, в этой комнате было бы интересно каждому. Очень расслабляет и увлекает. Даже захотела у себя в квартире оборудовать такую комнату. Садик имеет экологическую направленность. Его можно назвать своеобразным природным городком, в котором существует несколько лабораторий на различную тематику. Например, гастрономическое пространство азбука вкуса знакомит деток с правильными и полезными продуктами питания. Причем они могут не только потрогать их макета руками, но и в игровой форме попытаться приготовить из них салаты. Кроме этого, здесь малыши получают представление о том, какими культурами богата наша область. Ребятки, посмотрите. А здесь у нас с вами вкусная гастрономическая карта Тамбовской области. Давайте посмотрим, где у нас в каком городе что выращивают. Например, в Мичуринске у нас с вами растут вкусные, красивые наливные яблочки. В городе нашем Тамбове хорошую картошечку выращивают. В садике планируют растить будущих агрономов. Так что жемчужина учреждения – аграрная лаборатория. В мини-теплицах дети выращивают цветы и овощные культуры. Помогают им в этом воспитатели, прошедшие специальное обучение. Каждый педагог дошкольного учреждения, воспитатель, уже придя к нам в образовательное учреждение, устроившись на работу, они сразу прошли курсы переподготовки, связанные с экологической и биоэкологической деятельностью. То есть это было дистанционное обучение, каждый педагог это прошел. Также мы в ближайшее время ожидаем, к нам придет педагог дополнительного образования с образованием эколог, который будет заниматься в лабораториях агрономической и экологической направленности с детьми. Сад рассчитан на 250 мест. Его счастливыми воспитанниками уже стали около 130 малышей. Еще больше сотни стоят на очереди. Полностью учреждение будет скомплектовано в мае этого года. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.